Сегодняшний прямой эфир мы проводим совместно с нашими хорошими друзьями, партнерами. Это оптика Уралочки, которая расположена в городе Екатеринбург. И с нами сегодня участвует руководитель сети оптик Уралочки, Волков Наталья Ленина. Всем доброго дня. Повторюсь, меня зовут Наталья. Я владелец и руководитель сети оптик Уралочки. Мы уже давно и плодотворно работаем с компанией «Шамир». Досконально знаем продукцию и у нас огромное количество отзывов, довольных клиентов. Мы анонсировали заранее данный эфир, попросили прислать вопросы, которые интересуют наших друзей, наших заказчиков. Может быть, есть какие-то конкретные вопросы. И получили огромную обратную связь. Собрали часть вопросов в группу. И сегодня я хочу их задать нашему представителю компании «Шамир» Владимиру. И один из первых вопросов... Ну, первый вопрос мы решили задать лично от нас, от оптик. В этом году была презентована новая технология от компании «Шамир». Это линза «Метаформ», замечательный прорыв в оптике. И хотелось бы, Владимир, чтобы вы нам про нее рассказали более подробно. Да, спасибо за вопрос, Наталья. Действительно, технология «Метаформ», ее можно назвать революционной технологией, которая будет использоваться в линзах «Шамир». Итак, в чем ее фишка, в чем ее смысл? Это технология, которая позволяет сделать линзы, особенно в минусовых рефракциях, более тонкими, более легкими и, самое важное, более прочными. Сама по себе технология представляет из себя создание некого композитного материала с помощью специальной пленки, которая наносится на любую линзу, на заднюю поверхность любой линзы. Такая технология давно уже используется в авиационной промышленности, в космических технологиях, в автомобилестроении. То есть везде, где есть прозрачные оптические приборы, с помощью такой технологии укрепляется стекло. Так вот, сейчас эту технологию «Шамир» использует в своих линзах. То есть это укрепление линз с помощью, назовем это бронепленка, что позволяет линзу сделать более прочной. Ну и также у этой технологии есть еще одно дополнительное свойство. То есть линзы с такой технологией можно сделать более тонкими за счет того, что минусовые линзы, линзы с минусовой рефракцией ограничены по толщине именно в центре линзы. Так вот, технология «Метаформ» позволяет сделать толщину линзы в центре гораздо тоньше, чем это есть во всех других традиционных способах изготовления линз. Ну а раз линза в центре тоньше, то это распределяется по всей поверхности линзы, и вся линза становится тоньше и легче. То есть в максимальных пиковых значениях такая экономия составляет 40%, то есть линза на 40% может быть тоньше и легче. И самое важное, что такую технологию можно применить на любых индексах. То есть это может быть индекс 1.5, это может быть индекс 1.6, 1.67, 1.74. При этом оптические свойства линзы при применении такой пленки, они не страдают и никак не ухудшаются. То есть оптические свойства линзы остаются такие же, как они были бы без использования этой пленки. Но при этом увеличивается прочность линзы, она становится легче и тоньше. Такую технологию Шамир испытывал долгих 6 лет и наконец-то запустил ее в серийное изготовление. То есть было проведено множество тестов, множество исследований и в конце концов мы можем представить этот продукт полностью готовый к использованию. Такая технология доступна на наших, скажем так, премиальных продуктах. Такая технология доступна в рецептурном изготовлении. Поэтому будем рады, если вы будете заказывать линзы с данной технологией. Сами линзы выглядят... Вот есть такие образцы. Вот такая толщина линз достигается при рефракции минус 6 с технологией Metaform. Ну и для сравнения мы можем сравнить линзу в индексе 1.5 без технологии Metaform. То есть разница видна и разница существенна. Поэтому с технологией Metaform, с использованием еще утончения за счет индекса, мы можем достичь потрясающих результатов. Ну вот вкратце про технологию Metaform. Если есть какие-то вопросы, будем рады ответить на них. Владимир, благодарю за такой ответ, достаточно емкий. Будем работать активно, продвигать эту линзу. И надеюсь в ближайшее время будут у нас заказы по этой линзе. Потому что на самом деле работать с таким продуктом, это просто космос, это удовольствие. Итак, второй вопрос, который я хотела бы задать, это линза Millennium. Мы принимаем заказы с этими линзами. У нас очень хорошие результаты, эффект подтверждены отзывами наших клиентов. Но на самом деле линза новая, это также одна из новых разработок компании Shamir. И хотелось бы, чтобы вы дали комментарии тоже по этой линзе и рассказали про нее. Да, про любой продукт Shamir рассказывать приятно. То есть, есть замечательная линза Millennium. Она появилась не так давно, но уже завоевала любовь пользователей. Линза, которая специально разрабатывалась для людей, много занимающихся с какими-то гаджетами, с компьютерами, ноутбуками. И вообще она изначально разрабатывалась для людей, которые, так называемые геймеры, которые очень много времени проводят именно в игровых компьютерах с широкими мониторами, где нужна максимальная скорость реакции, где нужна максимально открытая поля зрения. И именно для таких людей, то есть именно для спорта была разработана, для киберспорта была разработана линза. Конечно же, ими может пользоваться любой потребитель, ну скажем так, гражданский. Но мы понимаем, что для спорта всегда создается все самое лучшее. Поэтому мы в этой линзе постарались собрать все свойства линз, которые нужны для таких продвинутых пользователей компьютеров, гаджетов и так далее. Во-первых, это полноценная защита от вредного синего излучения. Это небольшая разгрузочная зона по низу линзы, что позволяет людям достаточно долго пользоваться очками и не испытывать при этом какого-то напряжения излишнего для глаз. Также там установлено специальное аэропокрытие, которое блокирует инфракрасное излучение. В итоге линза получилась специально сделана для таких пользователей, для геймеров, для обычных людей, кто много времени проводит за экранами компьютера. Ну и это будущее, то есть компьютерная сфера развивается все быстрее и быстрее. Ну и мы стараемся держаться в ногу со временем. Вопрос из зала еще один. Было бы чудесно, если бы Шамир разослал по образцу метафорум для оптик, которые сотрудничают с ним. Да, с образцами метафорума технология появилась вот-вот совсем недавно. То есть это прямо горячее предложение. То есть на рынок она вышла 25 октября. Конечно же образцы появятся обязательно. И вы можете обращаться своим менеджером в Екатеринбурге. Это Екатеринбургский филиал Шамира для того, чтобы получить данные образцы. И чтобы вы могли их презентовать своим потребителям, своим покупателям. Да, Владимир, спасибо еще раз за то, что нам рассказали о этой линзе. Действительно у нас потрясающие есть отзывы об этой линзе. Уже есть опыт работы, установки этих линз. То есть на самом деле прорыв он есть. И решение зрительных задач у людей, которые проводят очень много времени за компьютером, она уже зафиксирована. Вот крайний случай у нас был молодой человек, программист, который работает на трех мониторах. То есть он приходил с огромной благодарностью. В связи с этим, раз обсуждали линзу Миллениум, у меня есть еще один вопрос, который поступил от наших подписчиков, о линзе из материала Блюзеро. Это материал, многие его уже знают, он справляется с синим спектром, который мы получаем при работе с гаджетами. И вопрос следующего характера. Есть ли случай непереносимости данных линз из данного материала? И есть ли какие-то ограничения по времени ношения данной линзы? Как, например, линза с покрытием Блюблок, у нее 4-6 часов есть ограничения непрерывного использования данных очков. Есть ли подобные какие-то критерии, рамки при ношении линз из материала Блюзеро? Да, замечательный вопрос. С материалом Блюзеро мы работаем уже достаточно длительное время, линза хорошо изучена, линза хорошо известна нашим клиентам. По переносимости, по неадаптации к этой линзе, ну, конечно же, мы все люди, мы все, ну, скажем так, индивидуальны. Но на практике я не встречал, чтобы была непереносимость. Что, с чем приходилось сталкиваться, да, это когда данную линзу рекомендовали для людей, которым важна, ну, прямо очень-очень четкая цветопередача. То есть, это какие-то графические дизайнеры, это люди, работающие с цветом. Так как линза один из спектров, ну, скажем так, отсекает, то небольшое искажение цветопередачи, оно присутствует. И, ну, да, таким людям, скорее всего, линза не очень подойдет именно для работы. То есть, она хороша для повседневного ношения, для работы за компьютером, для вождения автомобиля и так далее. Но для работы с цветом, именно с точной передачей цвета линза не очень подходит. И это единственный момент, когда, ну, мы не советуем рекомендовать такую линзу. Во всех остальных случаях линза получилась очень универсально подходящая под все потребности, ну, современного человека. И других каких-то ограничений по времени использования линзы, по месту использования никаких ограничений нет. Поэтому линза предназначена для постоянного ношения. То есть, ее можно использовать в обычной повседневной жизни, в работе, при вождении автомобиля и так далее. То есть, возрастные ограничения. Каких-то, да, возрастных ограничений. То есть, мы рекомендуем эту линзу всем, потому что она действительно справляется со своей задачей. Отлично. Вопрос из зала еще один. Если окуляр, про метафору. Если окуляр будет больше, чем вы показали на примере, клиент сможет оценить всю эстетику метафору? Край никто не отменял. То есть, диаметр ограничен? Да, на сегодняшний день существует ограничение по диаметру линзы. То есть, диагональ окуляра должна быть не больше 62 мм и высота окуляра не должна быть больше 50 мм. То есть, во всех остальных случаях такую технологию можно использовать. Поэтому, к выбору окуляра с данной технологией, да, нужно подойти вдумчиво, внимательно, чтобы не нарушить данные критерии. Благодарю. Владимир, рассказывая про линзы Блузерон, затронул тему, которая очень активно у нас обсуждается. Очень много запросов. Это линза для водителей, линза для вождения автомобиля. И мы знаем, что у вас также есть некий продукт, да, который у вас первый появился. Это линза экстраэктив с поляризацией. Ну, не будем говорить, что она у вас единственная, да, но это одна из ваших новинок. Ну да. Да, линза экстраэктив с поляризацией. И хотелось бы тоже получить о ней немножечко информации. Да, действительно, мы сделали подобные линзы. Было очень много запросов именно от водителей, которым в традиционных линзах экстраэктив не хватало защиты вот этого поляризационного света, и то есть, которым нужна была именно поляризация. Чтобы убрать блики от воды с дороги, блики от встречных фар и так далее. Именно поэтому в традиционную технологию Transitions Extractive была добавлена еще технология поляризации. Поляризация начинает работать именно в затемненном состоянии, то есть на присолнечном свете. И также она работает за стеклом автомобиля, так как технология Transition Extractive работает за стеклом автомобиля. Поэтому пользоваться такими линзами стало гораздо удобнее, потому что вот эти отраженные лучи цвета, такая линза с ними очень хорошо справляется. И для водителей это стало решением той проблемы, которая была в традиционных фотохромных линзах технология Transitions Extractive. Еще один вопрос про метаформ. На внутренней поверхности метаформ присутствует какое-то покрытие? Да, технология метаформ присутствует только на внутренней поверхности. И в самой пленке уже встроены все покрытия, которые необходимы. То есть это покрытие с гидрофобными свойствами, с олеофобными свойствами, с просветляющими свойствами. Поэтому, как я уже сказал, технология метаформ никак не влияет на оптические свойства линзы. То есть она их делает только лучше. За счет того, что в самой пленке метаформ уже включены все необходимые свойства покрытий, которые есть у нас традиционные. Благодарю. У нас есть еще один вопрос, который хотелось бы мне задать. У компании Шамир в прошлом году также вышло новое покрытие. Это новинка, которая потребовалась нам в нынешних реалиях, которая незаменима на самом деле сейчас, потому что мы все ходим в масках и испытываем проблему с тем, что линзы по внутренней стороне, они запотевают. И появилась такая технология антифог. На данный момент линзу с такой технологией мы имеем только от компании Шамир. Я хотела бы вас рассказать нам про антифог. Да, это еще одна из новинок ближайшего времени. То есть она уже есть, она уже доступна. Очень много заказов с покрытия антифог мы уже выдали. Есть много людей, которые пользуются. Да, и в том числе в оптике Уралочки. Технология актуальна. В наших сегодняшних реалиях, когда мы вынуждены носить маски в помещениях, для людей, носящих очки, знаю по себе, это создает определенные неудобства, когда в маске мы дышим и очки начинают, линзы начинают запотевать. Неприятно, неудобно, некомфортно и так далее. Поэтому Шамир предложил решение этой проблемы. И это покрытие, то есть оно сразу же нанесено на линзу, его не нужно наносить отдельно. То есть оно сразу же, ну скажем так, предустановлено на линзе. И самое главное, оно действительно работает. То есть многие, начиная работать с этим покрытием, задавали вопрос, работает ли оно в действительности? Да, оно действительно работает и, собственно, это можно легко проверить. У нас есть образец подобной линзы. Проверяется это очень просто. Мы берем и дышим на линзу. Я могу, наверное, горячей водички налить. Подержим над паром чуть-чуть. Ну, да. Тепленькую водичку сейчас налим. То есть покрытие нанесено на заднюю поверхность, так как задняя поверхность, она хуже всего вентилируется, то есть передняя поверхность, она вентилируется лучше, в очках имеется в виду. Попробуем. Я принесла горячей воды. Да. И подержим линзу. Мы сейчас пробуем. Видно, наверное. То есть мы вот паром воздействуем на линзу и она не запотевает. Давайте обычную линзу попробуем. Да, если мы возьмем обычную линзу, то вот. Видно, что линза запотевает. Давайте еще раз. То же самое мы делаем с такой линзой. Вот. Видно, что она не запотевает. Поэтому мы можем быть уверены в том продукте, который мы предлагаем. То есть для людей, носящих маски и людей, которые сталкиваются с такой проблемой, это действительно решение. Подлодное покрытие мы можем наносить также в рецептурном исполнении на линзы в индексе 1.6 и на поликарбонат. Вопрос. Можно ли красить метафору и сделать зеркалку? Окраска метафорума пока недоступна. Но я думаю, что в будущем это будет решение. И еще один вопрос. Минусы антифок и метафорум. Минусы антифок. Ну, это ограничение по коэффициенту. То есть, допустим, антифок нельзя заказать в индексе 1.5, либо в индексе 1.67. То есть, и... ну, это можно называть минусом. Но это технологические ограничения, которые существуют по факту. Минусы антифок и метафорума. Минусы антифок и метафорума. Да, ну, а по метафоруму это ограничение по окуляру, ограничение по диаметру. И это, наверное, самый такой большой минус технологии метафорум. Ну, и также ограничение по метафоруму, что такая технология пока не наносится на переднюю поверхность, которая больше всего подвержена каким-то внешним воздействием. То есть, пока технология метафорума наносится только на внутреннюю поверхность линзы. Но я думаю, что в будущем с развитием данной технологии это удастся решить. Я вас очень благодарю за то, что вы нам подробно ответили на вопросы наших подписчиков, на наши собственные вопросы. И, пользуясь случаем, я хочу всех наших друзей, кто смотрел данный эфир «Кто в Екатеринбурге» пригласить в ближайшие выходные 13-14 ноября на дни израильской оптики, которые будут проходить в сети оптик «Уралочки». Приглашаю всех, ждут сюрпризы. Одна из главных таких новостей, которую я сейчас заранее анонсирую, это скидка 40% на линзу «Метаформ», которая будет действовать до конца ноября в нашей сети. И уже заказать, получить прямую консультацию от Владимира по этим линзам, проверить зрение по предварительной записи у нас и заказать новые очки, получить какие-то подарки от компании «Шамир». Приглашаем вас на такое мероприятие. Да, все верно. 13-14 ноября мы будем проводить день израильской оптики, день «Шамир» в сети оптик «Уралочка». Будем рады вас видеть, так сказать, оффлайн. Так, вопрос еще один, если готовы, да. «Транзишн экстраэктив, поляризация в сравнении с обычным экстраэктив. Возможно ли сочетание с метафором?» Вот такой вопрос. Да, такое сочетание возможно. То есть метафор наносится на любую линзу с технологией «Транзишнс». И, соответственно, можно ли антифокс с метафором сочетать? Вот метафором с антифокс сочетать, ну, пока на момент не получится, потому что и та, и та технология наносится на внутреннюю поверхность. И в метафором, ну, скажем так, пока невозможно включить свойства антизапотевания. Успевала записывать, подробно четко рассказываете, проводите еще эфир, будем смотреть. Спасибо за эфир, пишут. Спасибо. Спасибо.